Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем лекции по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. Я напоминаю, что читаем мы параллельно два текста. Это основной текст, который мы читаем, это перевод с греческого профессора Юнгерова. И параллельно мы обращаемся к тексту синодальному, который был сделан с еврейского оригинала. Итак, мы читаем 10 главу. Сын мудрый веселит отца, а глупый сын печаль матери. Не приносит пользы сокровища беззаконникам, правда же избавит от смерти. Не погубит голодом Господь душу праведную, жизнь же нечестивых не спровергнет. Нищета смиряет мужа, а руки мужественных обогащаются. Если обратиться к первым стихам, мы увидим, что основная логика в том, что человек, который мудр и который праведен, благоденствует. Глупый, наоборот, приносит печаль всем окружающим, в первую очередь своим родителям. И его жизнь есть стремление к смерти. Мы прямо видим, что сокровища не приносят пользы беззаконникам. И правда, вот здесь слово правда, конечно же, не просто некоторая правдивая речь или правдивая информация. Правда как праведность. То есть праведность избавляет человека от смерти. Понятно, конечно же, что в Ветхом Завете и праведники, и грешники умирали. Более того, и по воскресении Христовым смерть остается для нас, смерть физическая остается для нас общим законом. И в то же время мы понимаем, что правда избавляет от смерти духовной. И христиане, если говорить о Новом Завете, остаются живы во Христе и продолжают являться живыми активными членами церкви. Только церкви не воинствующей здесь на земле, но церкви торжествующей. Далее есть вот такая странная фраза, странные слова. Не погубит голодом Господь душу праведную, жизнь же нечестивых не спровергнет. Надо сказать, что слова эти могут показаться очень простыми и в каком-то смысле не учитывающими проблемы мира, несколько идеалистичными. Потому что если, например, сравнить эту идею с книгой Иова, можно вспомнить, что когда Иов страдал, его друзья приходили к нему и говорили, что страдают грешники, а праведники не страдают. И он говорил, что вы, посмотрите вокруг, наоборот, грешники веселятся и живут прекрасной жизнью, а праведники страдают. И когда Бог пришел, то Бог сказал, что друзья Иова не правы, а Иов прав, потому что жизнь трагичная и сложное явление, и действительно праведник может страдать. Но общий закон, который желает здесь выразить автор книги притчи, выразить Соломон, все-таки заключается в том, что Господь заботится о праведном, а нечестивый, наоборот, жизнь его стремится к смерти, и она неблагополучна. То есть исключения, естественно, существуют. Естественно, что не все праведники жили прекрасной и спокойной жизнью. Более того, мы знаем, что мир, который во зле лежит, он как бы стремится уничтожить праведника, он создает ему массу сложностей в жизни. Более того, самый великий праведник, безгрешный спаситель и Господь наш Иисус Христос, он как раз и сказал, что мир во зле лежит, и мир ополчился против него, так что в итоге он был распят и в третий день воскрес. И все же вот эти слова «не погубит голодом Господь душу праведную» говорят не о том, что вообще праведник не может умереть от голода, а здесь говорится, что «не погубит голодом Господь». То есть Господь не карает праведника. И немощи и беды в жизни праведника не от Господа. Они, как мы понимаем, могут быть от злых людей, которые живут вокруг, они могут быть от физических явлений, но не от Бога. Это очень важно, потому что часто человек старается жить праведно, и у него что-то не получается, и в жизни у него происходят беды и нестроения, и он говорит «Господи, за что?». Но он должен помнить, что, во-первых, далеко не всегда можно спрашивать «за что?», потому что иногда беды и сложности приходят к нам из будущего, они для чего-то бывают. А во-вторых, далеко не всегда автором или тем, кто это совершает, всех этих бед, оказывается Господь. В мире есть другие свободные существа, в мире есть люди, которые живут вокруг нас, и от их деятельности тоже часто зависит деятельность наша и наша жизнь. Далее, четвертый стих может показаться странным. «Нищета смиряет мужа, а руки мужественных обогащаются». Если мы обратимся к синодальному переводу, то здесь он значительно понятнее. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». То есть здесь говорится очевидная вещь, что человек, который ленится, он оказывается бедным. А тот, кто прилежен, то есть тот, кто стремится к своей цели, целенаправленно, трудолюбиво, тот достигает благополучия. «Сын наученный будет мудр, а глупым воспользуется как слугою. Сын разумный спасется от зноя, а сын беззаконный во время жатвы сделается расслабленным». Тоже в синодальном переводе этот текст звучит иначе и тоже несколько понятнее. «Собирающий во время лета сын разумный, спящий во время жатвы сын беспутный». То есть речь идет не о том, что во время жатвы беззаконный делается расслабленным, как будто это не от него зависит этот процесс, что вот он вот жатва, а он делается, вдруг становится расслабленным. Он сам расслабляется, как здесь и говорится, спящий во время жатвы сын беспутный. То есть тот, кто сам расслабляется, тот, кто сам спит, тот и оказывается беспутным. «Благословение Господне на главе праведного, у стажа нечестивых покроет безвременная печаль. Память праведных пребудет с похвалами, имя же нечестивых угасает». Действительно, это очень важно, что память праведника живет в веках. И люди ориентируются на праведных, и читают о них, вспоминают их подвиги, вспоминают их жизнь. И жизнь этих людей, и их подвиг они воодушевляют, как бы призывают нас к тому, чтобы мы подражали им. И им, напротив, память нечестивого, имя нечестивых угасает. Конечно же, иногда бывает полезно вспомнить, что были люди жестокие, были люди страшные, урон нанесшие человечеству. И в 20 веке такие были, и в другие столетия, и много тысяч лет назад, может быть. Но в итоге их имя угасает, потому что о них вспоминают только, может быть, в самых крайних случаях, как о плохих примерах, а на хорошие примеры постоянно ориентируются. Далее Соломон пишет. «Мудрый сердцем примет заповеди, а невоздержанный устами, блуждая, приткнется. Кто ходит прямо, тот ходит уверенно, а кто извращает пути свои, тот будет узнан». Вот странное выражение. «Кто извращает пути свои, тот будет узнан». Девятый стих в синодальном переводе звучит несколько иначе. «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан». Вот в синодальном тексте непонятно одно слово, а в переводе Юнгерова другое. Вторая часть девятого стиха в переводе Юнгерова говорит так. «А кто извращает пути свои, то есть речь идет о грешнике, а в синодальном переводе кто превращает пути свои». Вот что в нашем современном языке означает превратить нечто. Это значит изменить, да, как вот, скажем, фокусник или волшебники, например, говорят, он превратил из одного в другое. Но здесь, конечно же, так как язык, этот синодального перевода, это язык девятнадцатого века, превращает, это значит делает превратными. И поэтому это то же самое, что говорит Юнгеров, «извращает или делает превратными пути свои, тот будет». И вот если мы обратимся к синодальному тексту, тот будет наказан. Действительно, речь идет не о том, что просто о нем узнают, а о том, что этот человек будет наказан, если он извращает пути свои. Ну вот начало стиха тоже может показаться кому-то непонятным. Кто ходит прямо, тот ходит уверенно. Конечно, речь идет не просто о прямоте, что человек все время идет в прямой линии. Речь идет о том, что он поступает праведно, и поэтому он уверен в своих путях. «Кто мигает глазами с коварством, тот собирает людям печаль, а обличающий с дерзновением умиротворяет». Очень интересный стих, потому что «мигает с коварством», ведь речь идет о чем? Вот несколько раз на самом деле Соломон из тех глав, которые мы уже прочитали, употребляет этот образ. «Мигать глазами как образ коварства». Речь идет, например, о том, что когда, скажем, трое или четверо людей разговаривают, и один другому подает некоторый знак, что вот мы договорились, что мы сговорились, этого третьего или этих двоих, например, обмануть. То есть за спиной сделать некоторое дело, подмигнуть глазом, как бы сказать, что вот у нас параллельно существует еще одна договоренность, о которой мы знаем, а другие о ней не знают. И вот это коварство, лукавство за спиной у другого, для Соломона это такой образ постоянного порицания. «Кто мигает глазами с коварством, тот собирает людям печаль». То есть тот приводит людей к печали, тот приводит людей к беде, а обличающий с дерзновением умиротворяет. Кто такой обличающий с дерзновением? Это тот, кто говорит правду в глаза, тот, кто вскрывает эту ложь, тот, кто защищает бедных, за спиной которых собрались договориться. И вот этот человек, хотя, казалось бы, он скандалит, он же говорит правду в лицо, но он умиротворяет, потому что жизнь этих людей становится более мирной. «Источник жизни в руке праведного, уста же нечестивого покроет пагубом, ненависть возбуждает расприю, всех же несварливых покрывает любовь». Тоже очень важный и интересный стих. «Ненависть возбуждает расприю», здесь это понятно, да? «Несварливых покрывает любовь». И речь идет о том, вот 12 стих, если мы здесь посмотрим, он звучит иначе и тоже многое разъясняет. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Любовь покрывает все грехи. Не просто несварливых покрывает любовь, а любовь покрывает все грехи. Вот это начало, может быть, очень важного разговора, и, конечно же, не просто в контексте книги «Притчи Соломоновых», для этого нужен отдельный разговор. Но сама по себе идея, что грех – это не столько некоторое уголовное преступление или вина, которое где-то там в документах, в личном деле у человека может быть указано, а грех – это состояние души, состояние нелюбовное, состояние противостоящей любви, состояние ненавидящее. И когда человек возогревает, взращивает в своем сердце любовь, то он на самом деле исцеляет, особенно, конечно, с молитвой, с верой, с участием в таинствах, он исцеляет собственную душу. Любовь не просто покрывает множество грехов, любовь ведет к исцелению множества грехов, потому что грехи – это не просто какие-то недочеты кем-то учтенные, грехи – это раны на сердце, раны в душе. И если человек проявляет любовь и стремится к любви, он в итоге ведет свою душу к исцелению. «Мудрые скрывают чувства, уста же безрассудного приближаются к погибели. Имущество богатых – крепкий город, погибель нечестивых – нищета. Дела праведных создают жизнь, плоды же нечестивых – грехи». Вот 14-е и 16-е стихи тоже отличаются в синодальном тексте. Значит, 14-е звучит так. «Мудрые скрывают чувства, уста же безрассудного приближают к погибели. А здесь мудрые сберегают знания, но уста глупого близкая погибель». Иными словами, конечно же, речь идет о том, что вот 14-й стих здесь, мудрые скрывают чувства. Что это значит? То есть мудрый человек не выказывает все, что у него есть на душе, на своем лице и в своем поведении. Почему? Потому что он понимает, что его чувства, то, что сейчас у него, в данный момент, данное мгновение на сердце, может быть неправильным. Он может просто поддаться своей эмоции. Например, он может разгневаться, например, он может ответить как-то резко, например, он может, ну, сиюминутному впечатлению поддавшись, осудить кого-то или, допустим, проявить недовольство. И как часто бывает, когда человек, не умеющий себя контролировать, когда он спохватывается после проявления первой эмоции и понимает, что надо было поступить по-другому, что надо было скрыть свое первое чувство и разобраться сначала в себе. И вот Соломон, и именно перевод Юнгерова, греческий текст, да, нам об этом говорит, этого нет в синодальном переводе. Мудрые скрывают чувства, уста же безрассудного приближают к погибели. То есть безрассудный – это тот, кто не рассуждает, говорит сразу то, что приходит в голову, не думает сначала перед этим. «Научение охраняет пути жизни, невразумленный же наставлением блуждает, покрывают вражду уста правые, разносящие же злословие суть самые неразумные». Вот тоже очень-очень важно. «Покрывают вражду уста правые». То есть человек, который стремится к праведности, он в итоге умеряет вражду людей. Один про другого что-то сказал. Праведный человек умолчит, сгладит, вразумит того, кто говорит неправду. Или, по крайней мере, призовет к тому, чтобы говорить мягче какое-то обличение. А разносящие злословие самые неразумные. Потому что, допустим, один человек поступил безрассудно. Допустим, он сказал нечто о другом или о ситуации в целом. Безрассудный человек идет сразу и разносит это злоречие, это безрассудствие. И оказывается самым неразумным. Потому что он, может быть, даже и желая вскрыть правду, на самом деле умножает зло, разделенность, разобщенность, ненависть на земле. «При многословии не избежишь греха, а охраняя уста, разумен будешь». Соломон призывает нас учиться контролировать свою речь. Неслучайно есть поговорка, которая говорит, что молчание золото. Далее 20 стих. «Серебро очищенное, язык праведного, сердце же нечестивого исчезнет. Уста праведные познают высокое, а неразумные умирают в скудости. Благословение Господне на главе праведного, оно обогащает, и не присоединится к нему печаль в сердце». 21 стих, который говорит о том, что праведные познают высокое, очень важно понять правильно. Уста праведных познают высокое в том смысле, что они стремятся познать важные, глубокие, богословские, нравственные истины. Человек безнравственный, безрассудный, питается сплетнями, сиюминутными новостями, разного рода склоками. Ему неинтересна глубокая мудрость, ему неинтересны нравственные рассуждения. И вот это скудаумие, потому что на самом деле сплетни, возникнув, тут же угасают, и все вот такие постоянные склоки и пересуды, они не наполняют человека полноценно, приводят к тому, что неразумные умирают в скудости. А Господь благословляет праведного, и благословение обогащает, и к такому человеку не присоединяется печаль в сердце. Вот интересно здесь это указание. Не присоединится к нему печаль в сердце. То есть человек благоразумный и праведный в его жизни, бытовой, общественной жизни, могут случаться какие-то неприятности, и действительно он может быть печален. Но эта печаль не касается его сердца, потому что в его сердце Бог. Будем стремиться к этой праведности, чтобы и в наших сердцах пребывал Господь. Всего доброго. Продолжение следует...